Приветствую всех настоящих ценителей бокса. Это прогноз на бой Гильермо Ригондо против Джона Риэля Косимеру. Поединок состоится уже в ближайшие выходные, конкретно пройдет он в Америке в ночь субботы на воскресенье. На кону будет стоять титул WBO, а вообще там должно было быть два титула. Но, сами понимаете, игры этих организаций, они вообще Гильермо Ригондо не любят, и не любят в принципе заслуженно, он приносит плохие кассовые сборы, и поэтому один титул отбраковали, бой получается, хотя и Ригондо чемпион, и Косимера чемпион, но бой получается не объединительный, а бой получается только за один титул WBO. Еще на всякий случай скажу, вес 53 500. И чтобы нам понять, как именно поединок сложится, мы разберем стиль Ригондо, вспомним стиль Косимера, и сразу маленький спойлер, Косимера это боец реально крутой на самом деле, он очень крутой. Вообще он является потенциальной звездой. Потенциальной. Ну и дальше их стилисопоставим, как они сочетаются друг с другом. А также я зашел на париматч посмотреть коэффициенты на этот поединок, но их пока еще не выставили. Очень интересно, какие они будут, и кто окажется фаворитом. А также париматч всем новым игрокам дает бонус до 2500 гривен, или до 100 долларов в вашей местной валюте. Бонус этот находится по ссылке в первом закрепленном комментарии, прямо под этим видео. Ну что, с Гильермо начнем. Это боец уникальный, это сверхтехнарь и сверхталант. Он левша и, знаете, односторонний. То есть он не умеет работать с первым номером. Он не умеет хорошо атаковать. И если вы будете пассивничать, если вы будете сами с ним шагать назад, группироваться, то в общем-то, мы-то естественно говорим о боксерах чемпионского уровня, понятно, что он там его разрядника какого-то снесет, как угодно, и первым номером, и вторым. Но если соперник чемпионского уровня, и такой весь как бы осторожный, осторожный, сам вперед идти не хочет, то Гильермо не умеет таких разбивать. И он будет ждать тебя весь бой, пока ты на него пойдешь. И будут зрители кричать «У-у-у-у-у-у», и будут правы, да. И то есть бой закончится просто вот так вот, незрелично. Но Гильермо, он специализируется на работе вторым номером. То есть, когда вы его атакуете. И если вы его атакуете, то особенно, когда он был помоложе, то это боец экстракласса, шикарная техника удара. Вот я постоянно повторяю, боец экстракласса, а что конкретно? У него шикарная техника удара. Понятно, есть скорость, чувство момента, все это есть. Но в чем заключается техника? Во-первых, он сзади рукой, он бьет прямой, просто ломовейший. То есть, даже банально статистика, посмотрите, какому количеству противников он сломал. Кому-то глазницу, кому-то скулу, кому-то челюсть, кому-то еще что-то. Это в 53,5 килограмма. Видно внешне, то есть, как он вообще вбивает массу свою. Это просто, это смотреть даже страшно. И еще, знаете, есть такой стереотип, очень, кстати, популярный, что сильные удары, чтобы бить, нужно ногами зарываться в землю. Типа удар идет от ног, поэтому нужно как бы зарыться ногами в землю, так, знаете, низко сесть, укрепиться ногами, вот ты зарылся. И именно уперевшись, вот как говорят, типа у усик, почему якобы он слабо бьет, вообще не поэтому. Что зарывшись ногами в землю, ты как бы ногами дашь импульс, и ты массу вобьешь. Именно, когда ноги в землю зарылись. Это не так абсолютно. Действительно, конечно, надо ноги вкладывать. Это основа основ. И Гильермо, посмотрите, у него удар, где-то 40% удара, это ноги. Вообще, вот если почитаете книги, например, методические, знаете, такие занудные советские, у мастеров спорта в СССР 30-40 даже процентов удара, даже по некоторым данным больше 40, это были ноги. Ну, а там всякие, кто послабее, там, да, перворазрядники и так далее, у них ноги меньше вклад. У них там больше чисто разворот плечи, ну и руки. Вот, а крутые боксеры, они ноги вкладывают. Но, если ты большой мастер по-настоящему, ничего не мешает вкладывать ноги из движения. То есть, не нужно никуда зарываться, посмотрите, тот же Гильермо, он никуда не зарывается. То есть, у него прозвище Эль Шакал. Шакал, такое быстрое животное, которое перестраивается. И то есть, он там ближе, дальше, туда-сюда, и он, пам, накрывает, именно со всей массой вбивает. Вот такой он. Но, ребят, ему уже 40 лет. 40 лет, а на самом деле в сентябре ему уже будет 41. Вы понимаете, что для весовой категории 53,5 килограмма, это уже не то, что дедушка, это уже такой, ну совсем дедушка. То есть, 53,5 килограмма, 40 лет. Ох, ну очень много, ну очень. И последние свои два боя он провел, на мой взгляд, так себе. Особенно предпоследние, он там смотрелся конкретно плохо, он там просто проигрывал. Последний, вроде получше, но тоже начал плохо. Просто потом уже, когда уперся несколько раз ударами, уже как бы он стал, попав несколько раз, он уже лучше стал соперника контролировать. То есть, там, обманывать его лучше стал. Короче, запрограммировал его. Но начало было очень тяжелое. То есть, вот этот вот возраст в весовой категории такой маленькой, 53,5 килограмма. Кто бы что ни говорил, конечно же, это сказывается. Теперь Джон Риэль Косемера. Вроде какой-то неизвестный мужик с Филиппин, ему 32 года. Есть несколько поражений. Но, что я вам хочу сказать. Очень много решает пиар. Вот в этом весе есть Науе и Нуе. Как вы знаете, я его последовательно критикую. То есть, я не то, чтобы считаю, что это плохой боксер. Я с интересом смотрю на Науе. Мне тоже нравится смотреть его бои. Я получаю от этого удовольствие. Но пока я вижу, что очень классно идет пиар у Науи. Типа, Науя, он там победил этого, победил того. Кого он победил? Он никого не победил. Он побеждает пока людей, которые просто плохо двигаются и в такой мексиканской манере бьют крюки по широким траекториям. И Науя им вразрез всем бьет. Стоящим боксером. Он победил хотя бы одного боксера. Подвижного такого классного, который бьющий. Вообще никого пока. Может быть он их победит. Вот будем смотреть. Я жду. И я так надеялся, что с ТТ не получилось сойтись у Науи. Потом должен был с Косимера. Тоже там, ну эти все ковиды. Это понятно, не только от японца зависит. Действительно такие обстоятельства сорвалось. Но Косимера это настоящий боец. Понимаете, Косимера это самородок. То есть он умеет показывать дистанционный бокс. И он очень хорошо вкладывает массу в прямые удары. То есть вот если его так по-простому описывать, то это человек, который классно сзади ногу отталкивается. То есть он бьет, понимаете, он не просто бьет вот, раз как бы и ударил. А он бьет именно грамотно, он так заряжается. И он не раз и ударил, а он как бы раз полетел, полетел, полетел. То есть он отталкивается ногами, как Пакман когда-то. Он как ракета оттолкнулся, полетел. И уже как бы из полета взял и ударил. То есть шикарное вложение массы, шикарное вложение именно вот ног. Понимаете? Хотел показать, но вижу в объектив не влазью То есть он вкладывает массу Именно ногами толчок И это он самородок И у него есть Очень большие проблемы на самом деле Во-первых, судя по всему Он сидит на чем-то Запрещенном И это ему дает больше сил Потому что с Данейром должен был биться Данейр ему предложил говорить Давай с тобой по Ваде протестируемся Костюмер отказался Для меня это все понятно Он может говорить что угодно Если бы он был спортсмен, допустим, российский или украинский Я бы, наверное, не стал эту тему педалировать Потому что люди обидятся и так далее Но от того, что мы про него говорим То, что думаем, и он даже нашего языка не знает Я думаю, ему от этого ни холодно, ни жарко Поэтому, понимаете Вообще вот такая манера Когда ты ногами очень сильно толкаешься Она очень энергозатратна И если Физика у тебя огромная Короче Очень эффективно ее повышать Любыми способами То есть это реально пойдет В огромный плюс Именно когда у тебя такая манера Очень сильно толкаешься ногами И я даже заметил Я посмотрел Он в разных боях Бьется по-разному Как будто два разных спортсмена У меня даже была такая идея Не выходит ли вместо него какой-то брат Просто по-разному То есть где-то он боксирует классно И именно летает на ногах Косимера А где-то он так ходит Пытается быть пластичным Без полетов на ногах Это гораздо хуже у него Идет вообще несравнимо Вот Такой вот он И еще Вообще у него проблем хватает У него проблемы Как бы с попаданиями То есть он знаете Такой весь Чуть-чуть не обученный Что-ли Чуть-чуть самобытный Да Да Вот Но вот именно Вот эта сама Как бы основа его То есть что бьет С толчком ноги Очень сильно Вот Это Самое главное То есть это Дальше можно уже как бы Огранить И у него есть потенциал Быть настоящим Большим чемпионом Да Но уже понимаете Не все так просто Ему 32 года То есть может уже сейчас И на спад естественно пойдет Прикиньте 32 года пойдет на спад А Ригондо уже почти 41 Вот такие дела Мы переходим к тому Как сложится бой Понимаете Если с точки зрения техники То Ригондо Если ты с ним Одних габаритов Вот например Василия Ломаченко У него побольше Все же таки были габариты То Ригондо выиграть Ну практически невозможно Потому что у него Манера замкнута Он работает своим Вторым номером Ты можешь добиться того Что ничья будет Что как бы не атаковать его И он будет плохо смотреться Но тогда ты не выиграешь А если ты хочешь выиграть Он тебе скажет Иди на меня Бей меня И тебя выбора просто не будет И придется это делать И он так работает Навстречу Такое мастерство Такая техника Такой талант Природный в том числе Что из движения бьет И как лошадь копытом бьет Одновременно Понимаете Ну а что ты будешь с ним делать То есть невозможно выиграть Но Это так было раньше Сейчас вот этот возраст Почти 41 год То есть мой прогноз Я думаю Что выиграет Хосимера Есть интрига Вот в этом и красота бокса Поэтому очень интересно Будет смотреть его А вдруг Вот представляете А вдруг каким-то образом Вот мы сейчас смотрим В следующие выходные Пахман выходит Вдруг я не знаю Вдруг там какую-то новую таблетку Изобрели Что они глотают И пуф Омолодились Ну вот я конечно шучу Это работает не так Чуть-чуть более сложно Но А вдруг Но так вот по сути Если быть реалистами То здесь не нужно Сильно анализировать технику Просто я думаю Что за счет разницы В возрасте Косимера выиграет И возможно выиграет Даже нокаутом Я планирую На париматч Сделать азартную ставку Я еще не знаю Какие будут коэффициенты Я буду делать Или просто На победу Косимера Или на победу Косимера Нокаутом Но и опять же Очень важны коэффициенты Вам спасибо Что данное видео посмотрели Надеюсь Оно вам было интересно Всем добра До новых встреч Тушу камеру